Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Первое впечатление. Плохо, что мы проиграли и пропустили 4 мяча. Это плохо. Мы понимали, где мы ошиблись в такой, в индивидуальной групповой дуэли. Сложность в том, что у нас на это, на мой взгляд, нет времени, но это надо улучшать. То есть, такого не должно быть. И здесь я против того, чтобы сказать, что вот, посмотрите, индивидуальное мастерство соперника решило какие-то вещи. На любое индивидуальное мастерство мы должны, обязаны противостоять и противодействовать. Поэтому это такой, каждодневная работа, но, на мой взгляд, мы, мы, мне хочется, чтобы мы опаздываем. Мне хочется, чтобы мы быстрее и быстрее и раньше и раньше просто не допускали каких-то, каких-то таких, ну, ошибок сантиметровых. Где-то раньше перестроиться, где-то вот раньше оказать давлением, буквально там на 50 сантиметров. И потому что даже второй гол, первый гол, второй гол, третий, там не хватило сантиметра, где нам нужно было просто раньше, чуть-чуть раньше перестроиться. Надо двигаться дальше и впереди, впереди сложный отрезок из такой сложный график в плане того, что у нас и кубок и следом календарная игра. Ну, я надеюсь, что мы восстановимся и валячки все уйдут и мы, мы командой должны двигаться дальше. Может быть, напомнила немного эта игра, тот матч, который был у нас в ЦСКА, когда Пакел ведет после первого тайма, а во втором тайме выставляют чаще прижиматься к своим воротам и четыре пропущенных мяча, как следствие? Ну, одинаковый только результат. Результат 4-1 и, конечно, это потому, как на 90-й минуте результат был 2-1, то есть это точно так не складывалось, такая история. И все-таки мы сейчас со Спартаком оказывали больше, наверное, давления уже на чужой половине поля и больше старались доставить мяч в штрафную площадь, больше взаимодействия было. Мы сразу подбирали мячи, это хорошо, но плохо то, что когда мы даем дойти до нашей штрафной площади, то здесь необходимо, ну, там, не эмоции должны руководствоваться, да. Нужно всегда играть до конца и до последнего, поэтому это так. То есть то, что мы сказать, что мы специально прижались к своей штрафной площади, другое точно сказать нельзя. То есть соперник сделал ряд перестановок, выпустил свежих игроков и, естественно, взвинтили темп игры, потому что счет их не устраивал. Знаете, мы, если мы к этому говорим, что мы к этому готовы, значит, мы должны быть готовы еще больше, чтобы противодействовать этому. Коллеги, Ваши вопросы? Виктор Иванович, здравствуйте, Василий Иванович. В первом тайме создалось такое впечатление после, в общем-то говоря, быстрого гола, что как будто бы, ну, Вы уже сказали, что вас снимал такой срок, но как будто бы команда немножечко застопорилась, потому что были прям моменты, когда, например, Апаев, получая мяч, ну, просто было некому давать, или Максим, получая справа, или Апаев, слева, получая мяч, они просто никуда его не могли дальше передать, потому что они просто его передавали назад и отдали центральную зону. Вообще, это было связано с усталостью, может, какой-то, или, может быть, с тем, что Спартак оказался, может быть, казался игрокам, фател таким, скажем, грозным соперником, или это просто, может быть, жарали еще что-то, может быть, в принципе, просто усталость какая-то накопилась после шести матчей, в общем, которые были до этого. Потому что, в общем, в целом, видно было, что команда могла сыграть хорошо и могла, в принципе, даже, опять же, выиграть, если бы, там, опять же, не те самые сантиметры, которые не хватило. Спасибо. Ну, это точно не усталость, потому что, ну, какая усталость, мы начали игру, ну, я начну с того, что Вы сказали шесть туров, ну, как, это шесть туров, это только начало, если мы касаемся игры, то это первый тайм, то есть усталости не может быть. И речь. Вопрос немножко, вот, хладнокровней, это эмоции, потому что мы понимали, что, например, там, Спартак, вот, при позиционной атаке, как он действует и где располагаются наши, должны располагаться наши нападающие, и, собственно, при перехвате мяча, они этот мяч, ну, ждали и один, и второй, и они принимали этот мяч. И вопрос, вот, правильно, мы ошиблись в передаче, да, в промежуточной передаче. Там, один момент, второй момент, третий момент, то есть три эпизода, когда нужно было развивать быструю атаку. И это, вот, это такая вот, это эмоции. Нам надо быть хладнокровней, четче и конкретней, вот, вот в этих вещах. Потому что мы понимали, что при позиционной атаке атакуют большим количеством. Мы отбираем мяч, вот, в любой зоне, фланг, середина поля, мы отбираем мяч. И наши два нападающих правильно совершенно открывали зоны для промежуточной передачи. Мы эту прямомежуточную передачу делали, но нам дальше, немножко дальше нужно было делать развитие, мы зарывались. А еще по поводу, по поводу тоже момента, когда вот он в первом тайме очень хорошо отобрал мяч, вот, но не поддержал атаку, просто отдал удачу на Максима и вернулся в зону. То есть это была, в принципе, не установка играть в зоне и не выходить, опять же, в линию атаки. Или это просто он, опять же, вот такая эмоция у меня была, как вообще, должен прокомментировать этот момент? У Ираклия, Ираклия, это, он должен был находиться в центральной оси, потому что Спартак, когда мы атакуем и когда мы отдаем передачу, Спартак очень хорош в переходных фазах. То есть, вот, встречная атака, она имеет место быть, и поэтому для нас очень важно было именно сделать контр-игру этому. Вот это связано с этим. А подскажите, что с Менделем, заменили его на 30-й минуте уже, как бы повреждения там с носок, серьезно? У Менделяя прихватила задняя поверхность бедра, и он не мог, не мог, у него просто сковало две ноги, поэтому на начале одну, он там потянул ее, но потом, когда две, такое бывает, поэтому быстро среагировали на замену. Надеемся, что ничего серьезного не будет. Обычно дней 10-14, когда в таких ситуациях задняя поверхность у нас чуть пораньше восстановить? Нет, у нас все будет пораньше, потому что у нас очень квалифицированный медицинский штаб, массажисты, врач, у нас очень хорошее восстановление, поэтому, как правило, это все произойдет быстрее. Добрый вечер. Первое. Сегодня прервалась серия матчей домашних беспоражений, которая началась с вашим приходом 14 сентября 2020 года и продлилась 23 с половиной месяца. Но, к счастью, третий матч подряд, все билеты на матч проданы, третий в Солдау подряд. Надеемся, эта серия будет продолжаться. И по игре. Первый вопрос. Сегодня с трибуны показалось, что факел более целостный, более динамичный. на фоне Урала. Это Спартак позволил нам играть в такой футбол или мы так прибавили? И второй вопрос. За счет кубковых матчей парни могут почувствовать уверенность в матчах кубковых с правом на ошибку? Да, спасибо за вопрос. Мы, ну, прежде всего, мы делаем работу над ошибками. И вот, что касаемо игры с Урала. Это раз. Ну, потому что мы, мы, нас не устраивала ничья, которого мы сыграли. И, естественно, мы работали по-другому. И парни работали по-другому. Это второй момент. Потом у нас, ну, это Спартак, при котором, ну, нужны всегда запредельные, запредельные работы. Вот. Она должна быть всегда. Я не хочу это привязывать к названию команды. Вот. Мы, мы договорились в недельном цикле и вообще, вообще, даже не обсуждается нашей ситуации. Мы новички. И у нас вот такая целостность, у нас такая работа должна быть всегда. По поводу игр на кубок. Безусловно, у нас сыграют все абсолютно. Это, это такие моменты, когда есть, это путь совершенствования. Наша задача, там, по сравнению с первыми турами, мы не допускаем такие голы сами себе. Мы не привозим голы сами себе. Это уже прогресс. Дальше мы должны совершенствоваться в плане стабильности вот этой целостности, самоотдача, целостность, самоотдача, не потеря концентрации, не потеря концентрации. Вот эти вещи, которые мы должны совершенствовать. Игры на кубок. Нам приятно, что мы встретимся опять со Спартаком, что мы встретимся с Зенитом. Это сильные команды. И с сильными командами ты только становишься сильным. Вот это, 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 это так. И здесь очень важно, помимо физических качеств, о которых я сказал, что нужно это за сопредельной самоотдачей, это вещь ментальная. И ментальная. Ты должен понимать, что здесь все просто. Здесь не надо никого мотивировать. Есть сильный и есть слабый. Хочешь быть сильным, надо быть сильным. Всегда. Просто. Каждую секунду. И вот эти игры, они позволят, на мой взгляд, нам становиться еще сильнее. Здравствуйте. Показалось, что сегодняшний ход Абаскаля с переводом, оригинальным переводом Литвиновой, с защитой в опорную зону, сегодня один из тех ходов, который перевернул игру, перевернул в Творитане. Уже почитал интернет, что очень многие специалисты пишут, что это, возможно, был решающий ход. Для вас это стало проблемой, что Руслан перешел в эту зону и так сыграл? То есть это было проблемой? Проблемой это не было. Проблемой не было, потому что, что в первом тайме, что во втором тайме, мы, вот опять же, разворот игры при позиционной атаке соперника, он шел в первом тайме через Умярова, второй тайм через Литвиново. И поэтому вопрос перекрытия игрока для того, чтобы не было разворот. То есть разворот через защитников, ну, имеет место быть. Но опять же нужно выдавливать. Это один момент. Второй момент, о том, что все равно игра, Литвинов играет вверху. Литвинов, он защитник, у него с отбором все хорошо. И... Отдает. Да, то есть защитник, который отдает. И здесь момент какой был. Как я понимаю, что еще вышел Жизинковский. Здесь момент был о том, чтобы работать флангами, перегружать фланги. И тогда, получается, Литвинов и два защитника центральных отвечают за оборону. Ну, и плюс, естественно, когда мы говорим, что он принимает мяч, он находит передачу. Вот, но игру флангов мы перекрыли, но мы не среагировали на голы, которые, первый и второй гол, который пришел из центральной зоны. Вот, третий, третий и четвертый гол, это уже голы эмоциональные. Ну, что, последний вопрос, коллеги, и нам пора. Гилера Бампаскаль сказал, что в Воронеже необычайно тяжело набирать очки, не только с протоком, но вообще всем командам, которые сюда приезжают. Насколько весна такая оценка от коллег, учитывая, что вы новичок премьер-лиги на таком уровне еще большинство художеств не играло? И когда вот эта тяжесть набора очков для соперников перерастет постоянно в победу в фракет? Безусловно, оценка коллеги, она всегда приятна, но у нас точно нет иллюзий никаких. Мы не будем хлопать в ладоши, потому что мы понимаем, что мы проиграли. То, что тренер оценил, оценил сложность игры и противодействие своей команде, да, это приятные. Это приятные слова, но мы должны делать свою работу, двигаться дальше. Когда придут победы, я, ну точно не провидец, но я тренер, я понимаю, вместе со своим тренерским штабом, мы понимаем четко, над чем нам нужно работать, в чем нам нужно улучшаться. Футболисты тоже сейчас это понимают, и мы будем прикладывать к этому максимум усилий. Посмотрим, что из этого выйдет. Другого. Мы хотим, чтобы это выросло в положительный результат. Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду, которые попали на стадион, и сегодня было очень много, и людей возле стадиона, людей возле телевизора, которые верили, поддерживали команду всегда. Это очень важно для нас, и мы особенно гордимся тем, что до финального свистка никто не уходит с трибуны. Это круто, на мой взгляд, это культура боления в Воронеже, искренняя, это самое важное. Мы благодарны болельщикам за поддержку и веру в команду. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»